здравствуйте ребята сегодня у нас пятница и сегодня такой замечательный день а вчера был еще лучше я конечно имею ввиду погоду вчера вчера я даже переключал по цельсию чтобы сфотографировать вам 25 было градусов вообще замечательно а сегодня чуть поменьше сейчас показывает 69 а это в цельсию значит чуть больше 20 чуть чуть больше на полградусном может вообще ништяк вот эта жизнь это у нас сегодня какой-то там марта 12 по моему марта сегодня пятница время около трех часов дня в общем распогодилась конкретно это не значит что пришло лето я думаю да не думаю а по прошлому опыту в принципе холодно еще будет не так холодно конечно но может даже еще легкий мороз ночью когда-то может быть несколько ночей может быть а может быть и нет то его знает но это видео короче ни о чем как вы понимаете да я сейчас заезжал по делам здесь как всегда очень у бриджи нахожусь ну и так как я тут недалеко знаете за всю зиму честно говоря не помню когда последний раз мыл машину она все-таки пыльная и руками мыть ее конечно тоже я люблю иногда со шлангом но это как-то долго времени занимает поеду я сейчас прямо вот так вот на мойку быстренько заеду и машинку хотя бы поверхностно этой мойкой хотя бы будет чище они сзади всегда плохо протирают но мне не охота с ними ругаться нам ничего короче как протирают так протирают главное это мой как-то срабатывает и ладно просто в конце они потом дам как не хочется мне в этой очереди стоять просто вот этот вот ряд он только налево вы знаете он видите что а ладно значит поедем налево можно конечно здесь но я не буду нарушать ничего хотя вот здесь столько места перед грузовиком ладно не буду ничего нарушать короче налево значит налево фиг с ним вот загорелось все ну можно можно было сейчас вот спокойно рвануть перед грузовиком но не хочу я этого делать а вот и главная улица будет уже без снега и можно сказать практически летняя погода вообще выглядит все конечно намного приятнее чем с дождем но так как я облажался и не хотел как бы очереди стоять ну вот придется придется пилить теперь по задним дворам так сказать чтобы выехать обратно на ту улицу скажите мне пожалуйста как вы думаете я вообще сэкономил вообще столько-то времени вот занимаясь вот этой ерундой или нет знаете скорее всего нет хотя кто знает там светофор он как бы не сильно долго зеленым горит я бы мог может быть и остаться на красный стоять но скорее всего особенно в это время дня наверно наверно только хуже себе сделал ну и черт с ним вот и здесь мне уже зеленый загорелся и мы с вами продолжаем ехать как мы ехали по улице которая здесь у нас называется saint george's avenue а еще у нее есть номер 35 и эта дорога 35 между прочим она дальше идет 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 и идет потом она смешивается с 9 потом 9 с нее как бы сворачивает направо и 35 это продолжает пилить и пилить долго долго если по ней долго долго ехать то можно доехать ну чуть ли не получили до атлантик сити не знаю она там может прерывается или чего но очень-очень на юг хорошо можно проехать мы по ней иногда ездим в сэнди хук пляж ну правда потом надо свернуть уже с 35 свернуть налево на 36 ну иначе мимо пролетишь такая у нас здесь география все наверное узнаете все эти места сколько раз я здесь ехал что-нибудь вам там рассказывал какой нибудь там что где и как вот это вот тут реклама была слева it clean bro я до сих пор забываю посмотреть что же они рекламируют я не понимаю что они рекламе что какой про какую продукцию или какие услуги они рекламируют я так и не могу понять так я надеюсь мойка машин работает вроде работает открытого он стоят ждут два индуса и никого нет что самое главное приятно в такое то время в рабочее в общем то время когда еще можно у них кстати подорожала все и а этот индусу не поймет что он говорит Короче, сдачи он мне дал 4 доллара Значит, 6 долларов стоит Мойка, ну доллары я еще дам в конце Там, как типа, как чаевые Ну вот Эта мойка, кстати, стоила 5 долларов Очень-очень долго, очень-очень много лет А потом В этом году Раз, и цена поднялась Раз, и поднялась И теперь не 5 А6 Ну, фиг с ним А, ну я чуть-чуть криво заехал И поэтому задние колеса там пока еще Об кругу немножко протирались Машина поворачивала Давно я не был на мойке Я вообще не помню, когда последний раз мыл машину Это точно было не руками Я делал Это было, скорее всего, вот на этой же мойке И, наверное, не знаю Месяцев 5, может, назад Вообще не помню, когда это было Ну, вроде бы вот грязь ушла Но дорога уже так Так не грязно И поэтому в итоге Наконец-то надо смыть всю эту Вонючую грязь Оно, конечно, не такое все грязное Как там, может быть, некоторые из вас живут Но все равно грязно Причем это не сильно заметно Но когда солнце светит, то уже заметно А если пальцем провести по машине Вот тогда круто, как заметно Так, все Выезжаем Сейчас они нас протруют Двое сегодня работают Надо же Обычно очень часто один А только один Челдон Вокруг всю машину обходит Ну, остается только надеяться Если их двое, может, они все-таки Как-то потщательнее Протрут Особенно, конечно, сзади Но сзади они никогда нормально не протирают Так, что-то халам-балам И все, как бы И на этом все заканчивается Так, все О, этот сзади еще там что-то трет Трет, хорошо Так Все? Все Ну, как раз удобно Никто не едет Отлично Ну, что Теперь будем досушиваться Все, что не дотерли Не досушили Будем сушиться Ха-а-а Ну, конечно, поприятнее Когда машина все-таки не такая грязная Я вот вижу Сейчас как раз стекло То есть как раз солнце под таким углом светит Что видно, что кое-где лобовое стекло Еще грязное изнутри Ну, это я буду мыть уже сам Нормально, четко помыть надо Все-таки иногда надо Потому что оно уже запачкается Пачкается По-моему, слова запачкивается Наверное, нет В русском-то языке Ну, что же Ладно Теперь поеду Так как уже до этой мойки доехал То уже как бы нет смысла ехать по светофорам Обратно Поеду Немножечко по трассе Кто из вас понимает, где я еду Интересно Потому что некоторые из вас реально Тут уже все Всю карту изучили Сейчас я буду проезжать мимо Волмарта Который, опять же, в Урбриджевский Волмарт Он находится справа Скоро будет справа А потом А потом мы с вами быстренько прокатимся На парковой В Гарден-стейт-парк Мы сейчас будем Ау, что это? Скорее всего Да-да Они мне уже надоели Реально Мне уже надоело с ними Их посылать Материть Короче Поэтому я просто сбросил звонок Надоели они мне Вот реально надоели И каждый день звонят Почти каждый день Я что делаю? Я просто беру трубку И сразу кладу Потому что Иначе потом придется Голосовое сообщение удалять Которое автомат это доставит Ну, проще трубку взять И сразу бросить Чтобы уже с ними больше Не иметь дела Вот мы и Волмарт проехали Так, здесь у нас Девятая дорога Мы ее сейчас с вами Переезжаем По мосту А что я как лошара Здесь по этой По этой полосе еду Когда я могу Всех сделать По левой Правильно, ребята? Тут еще тем более Ого, как ему дверь Помяли Кто-то ему помял Бочину Хорошенько так Ну что Сейчас вот туда Вот вправо Вряд ли это Хонда Сывик Прям там Рванет Так, что Прям мне не получится Перед ней Проехать Я очень сомневаюсь Судя по Лицу водителя Там Он, по-моему Спокойно поедет И судя по выражению Лица тоже Так, это у нас Это что такое? А, там стрелка горит Ребят Видите, когда нельзя Поворачивать Налево Тогда стрелка Красным цветом Горит Во время зеленого Света А если А если Можно Значит стрелка Никакая не горит А если можно Никого не пропуская Значит, соответственно Зеленая стрелка горит Вот это вот отличие В котором Бывшие советские граждане Путаются Здесь В Америке Потому что они Видят стрелку Значит, типа Можно ехать налево А как стрелка Выключается Они тормозят Блин Ну и Если это где-то В Нью-Йорке Где Очень много Таких Как бы Нетерпящих Такого бреда То начинают Гудеть Если где-то В глуши То Просто молча Могут стоять За вами Может быть И материть вас Но как бы Про себя Ну Я, конечно Десять лет пожил В Нью-Йорке И поэтому Мои привычки Нью-Йоркские Если Если вы Поедете Если вы будете Тупить на стрелке И я буду Сзади вас Будьте уверены Вы получите В свой зад Громкий Громкий Сигнал Да Да Я такой Что я могу С этим Поделать Вот Не сидится На одном месте Шило Так сказать Где положено Так что Уж Не обессудьте Но это Это очень часто Кстати Мне задавали Вопросы Особенно Когда я Все время Ездил На работу И Ну На Предыдущую Работу Даже Не предыдущую Я уже Не знаю Какую До этого И там По дороге Всегда Были Такие Стрелки И мне В общем-то Очень часто Спрашивали А А почему Типа А Мне как-то Сказали А ты Что нарушаешь Типа Настрел Стрелка Не горит А ты едешь Типа Вот так Вот Нарушаешь Полиция Вот здесь Вот как всегда Стоит Она здесь Практически Всегда Стоит То В ту Сторон Смотрит То В эту Ну Вы Понимаете Они Скорость Мерят Сидят Здесь И Скорость Мерят Как Обычно Они Любят Это Дело Померить Скорость Остановить Вас Выписать Штраф Меня Они Здесь Ни разу Не Останавливали На этой Дороге Потому Что Вот Я Как Сейчас Еду 65 С С Ограничением 55 И Все Им Это Все Не Интересно Ребята Вот Мы С Вами Проехались До Магазинчиков Еще И Еще И Машину Наконец Помыли Я вам Говорю Сзади Скорее Всего Так Себе Протерто Но Ничего Там Этот Второй Который Справа Был Он Там Сзади Еще Долго Что Протирал Со Своей Стороны Он Наверное Новенький Он Еще Так Не Халявит Как Не Не Такой Аболтус Как Те Которые Работают Там Уже Давно На Этой Автомойке Так Что Может Быть Правая Сторона Сана Машины Помыто Протерто Получше А Так Со Со Всех Сторон Обычно Вроде Нормально Колеса Конечно Там Особо Четко Прям Совсем Не Протираются Все Этой Автоматикой Они Там Не Сидят Колеса Не Протирают Там По Несколько Минут Каждая Но Это Я Дома Делаю Иногда Беру Там Специальную Тряпку На Балке Так И Колеса Промывают Внутри Я имею Ввиду Колесные Диски Там Много Отверстий И Они Черными Становятся Несколько Месяцев Поездишь Черными Становятся Тоже Надо Отмывать Иногда Вот Так И Живем Господа А Классно Смотрите Три Часа Дня Пятница Чаще К этому Времени Все Так И Начинались Пробки Но Сейчас Люди Работают Из Машины Как бы Вроде 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 Их Много Но Во всяком Случай Все Едет Ничего Не Стоит Ничего Не Не Тыкается Друг В Друг Нормально Вообще Конечно Я Приеду Домой Там По Работе Посмотрю Какие Еще Письма Пришли Может На Что Нужно Будет Ответить Может Что Есть Срочно У У Меня Мобильный Телефон С Приеду Отвечу Ну Вообще Классно Работать Из Дома Вся Вот Такая Свобода На Сам Деле Потому Что Когда Ты В Офисе Даже То Что Я Никогда Не Работал В Таком Офисе В Котором Прям За Тебе Следят Но Все Равно Ладно Мне Звонят Так Что Давайте Пока